МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Мария Шелепова. Здравствуйте. Староскольская станция скорой медпомощи переехала на Углинские горы, капитально отремонтированное помещение и новый гараж не сравняться с вековым зданием и приспособленными боксами на улице Ленина, куда современные автомобили просто не помещались. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и председатель совета директоров группы компаний «Славянка» депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев познакомились с организацией работы скорой после переезда. Современная, просторная, отвечающая всем стандартам станция скорой медицинской помощи. В штате 323 человека, и для каждого организовано удобное рабочее место. На качественный капитальный ремонт и возведение тёплого гаража для неотложек было выделено более 90 миллионов рублей. Весомый вклад в улучшение трудовых условий для тех, чья работа спасать жизни, внёс депутат Белгородской областной думы, председатель совета директоров группы компаний «Славянка» Сергей Гусев. Вот эта вся мебель и все практически моноблоки. Нас спросили, что вам нужно, в каком количестве. Мы выдали список. Сергей Аркадьевич принимает всегда в нашей жизни очень активное участие. Он всегда очень плотно рядом с нами. И в дни медицинского работника мы получали подарки в виде аппарата ФВЛ. Это было очень востребовано. Получали горячие обеды. Он всегда нас сопровождает подарками. Очень тесно участвует. И здесь его непосредственное участие в этом здании – это неоценимо. Сергей Гусев и в этот раз порадовал медиков подарком на новоселье. От нашей компании, от компании «Славянка» сертификат на 300 тысяч рублей для покупки в архтехнике. Потому что компьютеризация – это очень важный процесс в вашей жизни. Это должно оказывать помощь людям и содействовать в вашей работе. В автопарке «Скоры» 28 карет. Ранее новые автомобили просто не вмещались в старые гаражи по габаритам и стояли на улице. Теперь есть место для всего – и поставить, и провести санобработку, и помыть, плюс административно-бытовая часть. «Все души поздравляю вас. Спасибо большое нашим подсорам. Низкий покой за то, что всегда рядом, на кого есть возможность опереться». С точки зрения логистики, расположение скорой на территории окружной больницы максимально эффективно. Обслуживать вызовы в новой части города стало удобнее. И также быстро можно добраться по объездной до пациентов юго-запада и центра. Мария Шелепов, Алексей Грачев, Илья Самсонов, 9 канал. Построить быстровозводимые инфекционные центры к намеченному сроку 15 января ни под Белгородом, ни в Старом Осколе, очевидно, не получится. Но, по мнению губернатора области, работа на объектах идёт достаточно хорошо. Единственный промах – попытка сильно сократить срок на первоначальном этапе. «Если пошли по стандартной процедуре, от момента принятия решения, то есть нам нужен проект, разработка проекта где-то минимум полгода, затем госэкспертиза, это два месяца, затем торги, то есть мы бы, в принципе, к концу 2022 года вышли бы на участок. Мы на сегодняшний день пошли бы немножко по другому пути. Мы по рекомендациям министерства выбрали лучший проект, который есть в стране, пригласили организации, которая владеет этим проектом, который построил несколько центров». Проект быстро вызводимого инфекционного центра в Башкирии, построенного за 55 дней, специалисты перестроили под местные ожидания и нужды. По словам главы региона, больницы в Старом Осколе и в Терновке под Белгородом между собой существенно отличаются. Сегодня в нашем округе активно идёт сборка металлокаркаса. На втором объекте уже начались отделочные работы. Называть новые конкретные сроки губернатор не стал. «Я сейчас не хотел бы говорить, сколько месяцев, полтора месяца, два месяца, но это точно произойдёт максимально быстро. И я постараюсь до конца недели уже точную дату назвать, на которую мы выйдем. Оборудование мы отторговали, контракты все заключили, начиная с котельных и заканчивая всеми панелями. Панели мы производим на территории Белгородской области, закупаем. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время с вами уже будем присутствовать при открытии». Структура правительства Белгородской области серьёзно изменилась. Предполагается, что это привлечёт в регион больше федеральных средств. Новая схема регионального государственного управления включает 11 заместителей губернатора и 15 министерств, образованных из департаментов. Причём статус замгубернатора выше статуса министра. Трое вице-губернаторов совмещают должности министров цифрового развития, финансов и бюджетной политики области, имущественных и земельных отношений. Это Евгений Мирошников, Владимир Боровик и Рустем Зайнулин. Несколько замов руководят структурами правительства, но при этом у них нет статуса министров. Замгубернатор Владимир Базаров будет курировать Министерство строительства и Министерство автодорог и транспорта. В аграрном блоке появились сразу два министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также природопользования. Их курирует Юлия Щедрина. Замгубернатор Константин Полежаев отвечает за Министерство ЖКХ. Замгубернатора Дмитрий Гладский руководит Министерством экономики и промышленности. Подчинению замгубернатора по соцвопросам сразу пять министров культуры, здравоохранения, соцзащиты населения и труда, спорта и министр образования. Но пока должность руководителя соцблока вакантна. Кроме того, в структуре правительства области появилось Министерство общественных коммуникаций, у руля которого стоит Оксана Тарантова. У двух замов не будет подчинения министров. Это вице-губернатор и глава администрации губернатора Иван Будлов, а также заместитель, который займется управлением региональной безопасности. Еще семеро жителей региона скончались от коронавируса за очередные сутки. По информации областного правительства, прибавилось 106 заболевших и 144 выздоровевших. В ковид-госпиталях Белгородчины 1062 пациента, в том числе 32 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 4844 проходят амбулаторное лечение. В Старом Осколе плюс 11 заразившихся и 19 выписанных в связи с выздоровлением. Полный курс вакцинации прошли более 933,5 тысяч жителей области. Зима в этом году не перестает удивлять. Обильные снегопады сменяются ледяным дождем. А настоящие сугробы в Новый год радовали всех, кроме коммунальщиков. В круглосуточном режиме, без перерывов и выходных, они борются с последствиями капрезной погоды. Но недовольных их работой все равно немало. Продолжит тему Анастасия Коникова. Этой зимой снежная сказка за окном раз в неделю стабильно сменяется на слякоть, а после все поверхности сковывает льдом. Дожди в январе и скачки температуры от минус 16 до плюс 3 – условия, в которых на износ работают коммунальные службы. День и ночь по городу туда-сюда снуют трактора КДМ и бригады ручной очистки. Одни староскольцы благодарят коммунальщиков за работу. Но, конечно, есть и недовольные. Сентральные, более-менее, чистят при этом. У нас машины ходят, чистят, значит, там. А вот эти, как говорится, второстепенные или как, они не второстепенные, а подъездные, их никто не чистит. Почищено все хорошо, дороги особенно мне нравятся. Большое спасибо. Везде чистят, везде посыпают. Я живу в сельском местности, у нас вообще порядок. И ночью проходит машина, и днем идет машина, и посыпают. Очень хорошо у нас это делают. Плохо. Вот по Октябрьской у нас, по Пролетарской, ни по рожекам нет, теперь старым спуститься нельзя. Это очень плохо. И никто не чистил Новый год, и все было бы как. В соцсетях практически ежедневно появляются гневные посты и комментарии о том, что во дворе не справляются с уборкой снега или льдом на дорожках. Винят муниципальных коммунальщиков. Но это не их зона ответственности. За ними мосты и основные магистрали, второстепенные дороги и дворы, ИЖС и частный сектор. Пешеходными дорожками внутри дворов, которым больше всего претензий, занимаются управляющие компании. Я на машине езжу. Естественно, по городу так чистится. А наша управляющая компания, старый город, вообще ужасно. Вот я в Пермаванской, 13, старше дома. С седьмого я глянула. Соседка говорит, невозможно пройти обледение. Всех у других сыпят, у нас нет. Коммунальщики реагируют на каждую жалобу, выезжают на место и в оперативном режиме стараются устранить последствия непогоды. Диспетчера записывают каждую жалобу, рассматриваются, отрабатываются. Фотоотчет предоставляем по отработанным жалобам. Ежедневно в смену на дороге выходят 13 единиц комбинированных дорожных машин, 10 тракторов, 6 погрузчиков. Недостающую технику муниципалитет пока арендует у сторонних организаций. Коммунальщики уже получили 4 новых КДМа – 2 погрузчика и 1 автогрейдер. Они сейчас находятся в стадии оформления. В автопарк хозяйства срочно требуются водители. Анастасия Иконникова, Алексей Крачев, Евгений Сазонов, 9 канал. Еще одна трагедия в Старом Осколе. На этот раз убийством обернулась очередная ссора сына с матерью. В ответ на обвинение в аморальном образе жизни, 51-летний мужчина взял в руки молоток. Его 70-летняя мать скончалась от ран на месте. Особо тяжкое преступление произошло в конце 2021 года. 51-летний старосколец, не имея собственности семьи, жил с матерью. Частенько выпивал. В очередной раз 70-летняя женщина попыталась внять к разуму сына. Но пьяный отпрыск отреагировал агрессивно. Мужчине понравилось высказывание и поучение матери о образе жизни негативном. Решил подтвердить свои слова. Он с помощью молотка нанес не менее пяти ударов по спине своей матери, два удара костылем и не менее четырех ударов руками по различным частям тела. Пожилая женщина получила множественные раны, переломы девяти ребер, лопатки, разрыв лёгкого, пневмоторекс и другие травмы. В результате причинён телесный повреждение. Мама обвиняемого скончалась на месте происшествия. Какую-либо помощь он ей не оказывал, не пытался вызвать скорую помощь. С чем? Она скончалась. С 2006 по 2014 мужчина уже отбывал срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Был также судим за угрозу убийством. Неоднократно привлекался к административной ответственности. Сейчас Тараскулец заключён под стражу на два месяца для установления всех обстоятельств преступления. В настоящее время мы приедем на обвинение по статье 111 части 4 ГУС, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. За особо тяжкое преступление статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Мария Шелепова, Алексей Крачёв, Евгений Сазонов, 9 канал. 41-летний Стараскулец погиб в ДТП. Смертельная авария произошла в понедельник в 17.45. Мужчина на автомобиле «Фольксваген Гольф» ехал по улице Лётной. По данным ГИБДД, водитель передвигался на небезопасной скорости. В итоге не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Митсубиси. Машиной управляла 54-летняя женщина. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте. А скольчанка получила телесные повреждения и была госпитализирована. Солнце, птицы, кактусы, ремонты подъездов теперь состоят не только из покраски и побелки стен. Все чаще скольчане хотят видеть не безликие однотипные помещения, а интересные пространства. Управляющие компании вынуждены закладывать в расходы еще и картины. Так, в микрорайоне Южном стараниями художников преобразились входные группы в многоэтажках. Довольны ли новогодним сюрпризом жильцы, узнала наша съемочная группа. Палящее солнце, парящий контур, гигантский кактус. Вход в этот подъезд напоминает о южноамериканских прериях. Возможно, тематику художникам подсказал песочный цвет стен. Оформление входа в далеко не аскетичном, присущем советскому ЖКХ стиле, стало первой ласточкой, точнее орлом, в микрорайоне Южный. Но в управляющей компании «Ямская слобода» обещают, что не последним. Начали с двух подъездов дома номер 6. Причем арт-пространство – не спонтанное решение, а часть запланированного ремонта. Сейчас в городе вы же видели, что тенденция такая, что как-то людей надо развеселить. Ну и вот рисунок – это одной части, так сказать. Ну, в смету было заложено нанесение рисунка, это недорого. Ну, я могу сказать, оно того стоит. Поиском художников занимался подрядчик. Впрочем, долго искать не пришлось. Мы сделали полностью косметический ремонт подъезда. Это побелка, покраска, смена почтовых ящиков. И в смету был заложен рисунок, которого попросила исполнить Дмитрий Абунин. Это мой сосед. Эта идея нам пришла, ну, вообще случайно. Мы с ним во дворе пили кофе. Я говорю, давай попробуем. И так пошло. Мы уже сделали Олимпийский, Королёв у нас с рисунками. Ну, теперь Южный. Он не согласовывает рисунки, он творческая личность. Он сам надумает, сам придумывает и только потом уже рисует. Партнёром Дмитрия Абунина по преображению дома стал ещё один оскользкий художник Андрей Попов. За пару дней скучный быт они отправили на свалку истории. Во втором подъезде изобразили нечто похожее на буйство амазонки с цветами и птицей. Под пейзаж замаскировали даже трубу и пучки кабелей. Неудивительно, что оскольчане всё охотнее просят повторить в их подъездах что-то похожее. Как ни крути, профессиональный подход гораздо эстетичнее кустарных стараний самих жильцов. Это была необходимость, как бы жизнеобеспечение Белгородское, оно сказало оформлять входные группы. Ну, мы сначала оформляли геометрии обычные, кружочками, там, полосочками, ну, а потом мы с Дмитрием решили попробовать. И это зашло всем. Стали чаще заказывать эти рисунки, именно оформление входной группы художникам. И я даже взяла девочку, которая в спид-колледже учится на дизайнера, и сейчас она тоже обучается у Дмитрия и Андрея. Работу выполняют не красками, это всё аэрозолью делается. Ну, вы, наверное, сами видите результат, если это разрисуют красками масляными или, ну, обычными. И вот так вот. Обновлённые подъезды стали приятным новогодним сюрпризом. Ой, рисунок просто замечательный, восхитительный. Мы просто, знаете, мы следили за всем процессом. Такой художник хороший, мы с ним общались. Ой, это просто замечательно. Сначала был кактус, да? А мы так думаем, ну что, кактус и всё? Он говорит, нет, 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 будет продолжение. Потом мы проходим, и тут такая красота, ой, вообще неописуемая. 31 числа мы были, по крайней мере, я была удивлена, когда я вышла и рисовал человек у нас картины. То есть, безусловно, это приятно. Соседи, да, вот сосед мой через, скажем так, соседняя квартира, да, тоже понравилась. У меня сын, подросток, студент, уже тоже оценил данную картину. Вот, и супруг. Как бы мы очень-очень довольны. Не только жильцам нравится входить в такие подъезды. У почтальонов тоже настроение поднимается. Вы часто видите такие подъезды? Нет, первый раз. На Южном вообще нет, только два этих подъезда. Ну, красивые вообще. Когда я первый раз увидела, была вообще шамена. Первый раз такое видела. В других домах я нигде не видела. Хотя я на Новогород ездила. Запрос на красоту у оскольчан есть. Управляющим компаниям остаётся взять курс на подобную индивидуальность. Лариса Ульяненко, Алексей Грачёв, Илья Самсонов. Девятый канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. В студии была Мария Шелепова. Всего доброго. До встречи на Девятом канале. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. В Евпатории Чёрное море по цвету стало похоже на разлившийся пенный напиток, столь любимый большинством мужчин. Но никакой экологической катастрофы в этом, как оказалось, природном явлении нет. Просто шторм поднял со дна песок, ил и глину. Эта смесь и передала воде янтарный оттенок. А у нас, куда ни глянь, исключительно белоснежный пейзаж. Лишь там, где суетятся коммунальщики, на снежном покрывале, словно простеганном гигантской швейной машинкой, появляются темные строчки дорог. Снег ожидается и завтра. 12 января морозно. От минус 10 днем до минус 14 ночью. Ветер северо-западный. Атмосферное давление повышенное. 750 мм ртутного столба. Удачи! 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 Редактор субтитров А.Семкин